Библейский портал экзегет.ру представляет Дорогие друзья, мы продолжаем на портале экзегет рассматривать первые соборные послания апостола Иоанна Богослова. И теперь мы будем читать вторую главу. «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника». Вот, дорогие друзья, апостол Иоанн обращается такой трогательной фразой «дети мои». И именно так сам Спаситель обращался на тайной вечере к своим ученикам. То есть это наиболее такое близкое, теплое обращение к тем, кто наиболее дорог. И апостол увещает нас «сие пишу вам, чтобы вы не согрешали». А почему так? Потому что всякий грех — это ловушка. Это яма, в которую, если ты упадешь, то переломаешь себе все. И вот многие люди, прожив долгую жизнь, вспоминают и говорят, что вот лучше бы я не допускал такого-то греха или вот такого-то падения. И всю жизнь они носят в себе вот печать предыдущих падений, которые можно было вовремя избежать. А нужно-то всего лишь прислушаться к словам апостола Иоанна Богослова, чтобы хранить себя от греха. Но надо признать, что мы люди немощные. И зачастую хотим мы или не хотим, мы все равно притыкаемся. И вот в этом случае, как говорит апостол, «Если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом, Иисуса Христа, праведника». То есть вот благодаря Господу Иисусу Христу, как абсолютному праведнику, мы имеем возможность изгладить любой свой грех. Вот Спаситель называется здесь ходатаем. И в ходатай всегда избираются только самые достойные люди. Ну, согласитесь, что чтобы ходатайствовать за преступников, нельзя самому быть преступником. И кто будет верить подельнику, который пытается ходатайствовать за своих друзей-преступников? И вот, ну, все мы грешники, все мы преступники, и за нас ходатайствует Господь Иисус Христос. Причем в этих строках имя ходатай, вот по-гречески употребляется то же самое слово, что в Евангелии от Иоанна, прилагаемое к Святому Духу, которое называется утешителем. То есть Спаситель, Он ходатай-утешитель. Он несет нам подлинное утешение, потому что помогает нам преодолевать наши грехи. И апостол Иоанн продолжает, «Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира». Вот мы с вами знаем, что в таинстве покаяния, благодаря раскаянию, отпускаются грехи, но на самом деле всегда вот надо помнить, что грехи прощаются не только за счет того, что мы каемся, что мы испытываем сокрушение, исповедуемся в наших грехах. Грехи прощаются прежде всего за счет того, что наши грехи искуплены кровью Господа Иисуса Христа. Только потому, что Спаситель пролил кровь за наши грехи, поэтому грехи и очищаются нам в таинстве покаяния, когда мы сокрушаемся, исповедуемся. И вот Спаситель действительно стал умилостивлением за грехи всего мира, пред абсолютной правдой Божией. И вот апостол Иоанн говорит, что не только за наши, но и за грехи всего мира. Это значит, что когда бы не жил человек, в какое время, в каком бы месте, какие бы он не совершал грехи, если он обращается к Спасителю, то любой его грех может быть изглажен. А что мы познали его, узнаем из того, что соблюдаем его заповеди. Кто говорит, я познал его, но заповеди его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины. А кто соблюдает слово его, в том истинно любовь Божия совершилась, и сего узнаем, что мы в нем. Кто говорит, что пребывают в нем, то должен поступать так, как он поступал. Вот удивительные слова. Речь идет о познании Христа. Что мы познали его, узнаем из того, что соблюдаем его заповеди. Но прежде всего, вот надо что вспомнить, что на библейском языке познать что-либо или познать кого-либо, это не значит получить какое-то рассудочное, интеллектуальное представление. Познание на библейском языке означает глубокое личностное приобщение. Вот, допустим, если в Священном Писании написано «познать грех», это значит действительно согрешить, вкусить грех. Познать грех как личное такое прегрешение. Познать любовь значит самому быть причастным к любви. И, соответственно, познать Бога означает личностно приобщиться к Господу. И поэтому в этих строках о познании Христа говорится именно о нашем глубоком внутреннем приобщении Ему. А как это узнать, что мы Ему приобщаемся? А именно из того, что мы соблюдаем его заповеди. Если мы совершенно даже не пытаемся соблюдать заповеди Христовы, то тем самым мы показываем, что мы посторонние для Господа Иисуса Христа, и что Его Слово для нас совершенно ничего не значит. и познание Христа — это путь исполнения Его заповедей. Вот апостол Иоанн Богослов, он пытается нам показать, что вообще христианство — это не рассудочное какое-то интеллектуальное представление о Христе, а христианство — это путь опытный, это путь духовной жизни, когда ты исполняешь добродетели, исполняешь заповеди Божии, и через это твое сердце все ближе и ближе становится ко Господу. А кто соблюдает Слово Его, в том истинно любовь Божия совершилась. И вот удивительная такая вещь, что чем ближе человек к Богу, чем больше он соблюдает заповеди Божии, тем все больше в нем начинает сиять любовь. И другие люди тянутся к таким, вот как тянулись к блаженной Матроне Московской, как тянулись к преподобному Серафиму Саровскому или преподобному Сергию Радонежскому, потому что в них чувствовалась удивительная любовь, а эта любовь, она исходила из их причастности к Господу. То есть они эту любовь черпали от любви Божией. И вот так вот как раз и исполняется Слово Апостола, что кто соблюдает Слово Его, в том истинно любовь Божия совершилась. И это чувствуется в реальной жизни, если мы соприкасаемся с людьми благодатными, с теми, кто живет во Христе. И дальше апостол Иоанн Богослов продолжает. «Возлюбленные, пишу вам не новую заповедь, но заповедь древнюю, которую вы имели от начала. Заповедь древняя есть слово, которое вы слышали от начала, но при том и новую заповедь пишу вам, что есть истина в нем и в вас, потому что тьма проходит, и истинный свет уже светит». Вот, дорогие братья и сестры, вот что же это за такая заповедь, которая новая и в то же время она древняя? Это заповедь о любви. Она является древней, почему? Потому что еще в Ветхом Завете она предписывалась, и люди богоизбранного народа уже имели такую заповедь о любви к ближним, о том, чтобы оказывать милосердие, быть снисходительными. И заповедь о любви к Богу тоже присутствовала. Кроме того, заповедь эта древняя, потому что она начертана на скрижалях нашего сердца. И сама наша совесть, она нам все время подсказывает, что, в общем-то, исходить в наших поступках надо из любви. Не из ненависти, не из эгоизма, а из любви. Но вот насколько стар этот мир, настолько старым, древним является попрание этой заповеди. И только вот в Новом Завете эта заповедь обретает новую силу, потому что во всей полноте заповедь о любви была исполнена Господом Иисусом Христом. Вот Спаситель эту заповедь явил на примере своей жизни, и чего не знал Ветхий Завет, и что дает нам Спаситель. Это не просто любовь к ближним, а это любовь к врагам. Даже к тем, кто тебя ненавидит, кто тебя распинает, притесняет, а ты все равно любишь его и желаешь ему вечного спасения. Вот эту заповедь, как именно новую заповедь, потому что о любви к врагам мы не встретим в древнее время заповеди, и новой она является потому, что Господь обновляет наше естество и дает нам духовную силу через благодать Святого Духа самим обновиться и исполнять эту заповедь. И вот поэтому апостол Иоанн говорит, «Притом и новую заповедь пишу вам, что есть истина в нем и в вас». А что является истинным в Боге? А именно то, что Бог есть любовь. Если мы будем исходить из любви, если мы будем поступать по любви, то это тоже отражает истинность человека, его подлинной природы, того, к чему изначально мы предназначены. И вот чтобы развить эту мысль, апостол Иоанн Богослов уже предлагает нам такое вот практическое применение, как нам относиться к этой заповеди. Кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме. Кто любит брата своего, тот пребывает во свете, и нет в нем соблазна. А кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме, и во тьме ходит, и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила ему глаза. Ну вот давайте вспомним самих себя, когда мы кого-то вдруг возненавидели, у нас вспыхнула такая вот внутри ярость, негодование, возмущение, и мы действительно в этот момент находимся как в каком-то ослеплении, во тьме, и мы сами не видим и не знаем, куда идем. То есть у нас закрывается свет жизни, и в такой ситуации можно наделать самых опрометчивых поступков, поступков, о чем человек впоследствии очень сильно жалеет. И по большому счету вот апостол Иоанн Богослов в этих словах, где он рассуждает о свете и тьме, о любви и ненависти, он вообще выражает вот тайну спасения и тайну гибели человеческой души. Кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме. Это значит, что если в тебе постоянно преобладает ненависть как противоположность любви, то как же ты будешь в вечной жизни с Богом, который есть любовь, с Богом, который есть любовь, можно быть только тем, кто сами хранят в себе любовь. А если в тебе антипод любви, то есть ненависть, то ты чужд света и идешь во тьму. И вот это противопоставление света как любви, тьме как ненависти является выражением противопоставления рая и ада. Либо мы идем по пути ко спасению, созидая в себе любовь и преодолевая свои злобные чувства, раскаиваясь в этом, прося у Бога сил, либо мы погрязаем в этих вот негативных эмоциях, в злобном отношении к ближним, ко всем вокруг, и тогда мы губим свою душу и не спадаем в тьму ада. Апостол Ян Богослов продолжает. «Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени его. Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала. Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого. Пишу вам, отроки, потому что вы познали отца. Я написал вам, отцы, потому что вы познали безначального. Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого». Вот в этих словах апостол Иоанн Богослов обращается к разным категориям христиан. Здесь разные возрасты, и телесные, и духовные. И одно дело, это вот дети, которые еще не поднялись до каких-то высот богословия, но и они по искренней своей вере сподобляются прощению грехов ради имени Его, ради имени Христова. И отроки уже познают Бога как Отца, как нашего Небесного Отца, для которого каждый человек — это возлюбленное чадо. Вот юноши — это такой возраст, в котором пробуждаются страсти, и юный возраст призывается к победе, преодолению этих страстей. Вот как обращается апостол Иоанн к юношам, конечно, это в идеале так и должно быть. Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого. То есть в юном возрасте наступает очень много соблазнов, и мы призываемся именно в этом уже юном возрасте являть духовную силу, чтобы преодолевать все поступающие искушения. Ну и, конечно, на высоте вот такого духовного возрастания находятся уже отцы. Кстати, в этой связи бывает полемика с протестантами, которые говорят, что вот никого нельзя называть отцами, потому что Спаситель говорит, что только один у вас отец, который на небесах. Но, тем не менее, апостол Иоанн Богослов употребляет это наименование. Он говорит, пишу вам отцы, да, я написал вам отцы. То есть это имя вполне приемлемо, и оно является, конечно, таким вот выражением тех, кто преуспел, кто действительно становится чадом Бога Отца. И в отношении вот таких отцов апостол Иоанн говорит, что они познали сущего от начала. То есть они не просто познали Бога как Отца, а уже проникли в тайны созерцания, постигая безначальность Божию, его неизреченность, его предвечный божественный свет, тем самым приобщаясь к Богу как сущему, существующему от начала. После этого апостол Иоанн призывает всех нас. «Не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви Отче. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек». Вот что подразумевается под словом «мир», который не стоит любить? Под словом «мир» и в Священном Писании, и у святых отцов подразумевается собрание человеческих страстей, каких-то греховных, низменных влечений, которые все сосредоточены в нашем земном чувственном мире. И тот, кто обращен ко всему этому земному, он не может возвести Отче ввысь. И поэтому, кто любит мир, в том нет любви Отче. И вот апостол приоткрывает нам суть этого мира. «Все, что в мире, это похоть плоти, похоть очей и гордость житейская». Вот три таких направления греховного стремления человека. «Похоть плоти» — это что такое? Это вот вся чувственность, вся греховная чувственность, это блудные грехи, это чревоугодие. Все то, что предстает, как очевидная такая порочность, простирающаяся в сфере нашей испорченной телесной природы. Похоть очей — это все то, что мы готовы своими очами поглотить. Это любопытство человеческое. Это постоянное осуждение, потому что человек смотрит глазами, выискивает, за что бы осудить другого человека. Это зависть, когда человек увидел нечто, чего у него самого нет, и начинает исполняться тоже какими-то греховными помыслами, замыслами. И похоть очей на самом деле — это та страсть и то искушение, которое поразило еще Еву в раю. Ее соблазнял змей, и Ева увидела, что запретный плод сладок, что он прекрасен на вид и вожделен, потому что дает знания. Вот это вот вожделение, которое через глаза проникает в душу, и есть похоть очей. Ну, а гордость житейская — это уже такая вот всепоглощающая страсть, когда человек везде пытается утвердить самого себя. Вообще во всем он пытается побольше накопить, чтобы его житейский быт был наполнен какими-то богатствами. Он пытается утвердиться на земле за счет самых таких вот грубых материальных благ. Итак, гордость житейская — это в том числе и утверждение своего имиджа среди окружающих людей, чтобы показать себя лучше, чем ты есть на самом деле, чтобы везде отстаивать свое мнимое достоинство, свою как бы во всем правоту. И везде за вот такими стремлениями присутствует такая вот несгибаемая «я» человека. Вот эта вот несгибаемость личного «я» — это и есть гордость житейская, которая весьма распространена. И такая вот Вавилонская башня, ну а конец каков? Человек, конечно, оказывается без Бога, а будучи без Бога, он лишает себя вечной жизни. Вот как говорит апостол Иоанн, «Это не есть от Отца, но от мира сего, и мир проходит, и похоть его». Вот она страшная правда. Как бы ни пытался человек себя утвердить, застолбить вот то, что он достиг в этой земной жизни, выставить рубежи своей мощи земной, он не может ничего этого сохранить. Все пролетает молниеносно. Еще в течение жизни он много чего теряет, ну а старость наступает незаметно, и потом приходит смерть, и человек даже не видел, а прожил ли он вообще, а жил ли он, и смог ли он насытиться жизнью. Потому что мир проходит очень стремительно, и все страсти человеческие, и похоть его, как говорит апостол, все это рушится. Оказывается, что душа посвятила себя какой-то пустоте, и только исполняющий волю Божию пребывает вовек, потому что он стяжал главное сокровище. Божью благодать он пребывает вместе с Господом. Апостол Иоанн Богослов далее предупреждает нас. «Дети, последнее время. И как вы слышали, что придет Антихрист, и теперь появилось много Антихристов, то мы и познаем из того, что последнее время. Они вышли от нас, но не были наши, ибо если бы они были наши, то остались бы с нами. Но они вышли, и через то открылось, что не все наши. Впрочем, вы имеете помазание от святого и знаете все». Вот речь идет о том, что хотим мы того или не хотим, но в христианство вкрадываются личности, которые к самому христианству относятся корыстно, как к некоему средству, чтобы людей привлечь лично к себе. И все многочисленные секты возникали именно за счет того, что появляется такой маленький Антихрист, который ставит себя на место какого-то невероятного гуру, себя изображает, что он все знает, все может открыть. И люди попадают в тоталитарные секты, которые перечислять, я думаю, что не имеют здесь смысла. И вот все такие лжеучители, ересиархи, древние и новые, это предтечи будущего Антихриста, который поставит себя на место Христа. А эти вот мелкие Антихристы, каждый в меру своих греховных сил пытаются оттягивать людей от церкви и препятствуют их спасению. Но вот святой апостол произносит такие удивительные слова. «Впрочем, вы имеете помазание от святого и знаете все». О чем идет речь? В древности, в ветхозаветные времена, помазание употреблялось в отношении царей, пророков и первосвященников. Это было видимым выражением схождения благодати Божией на данного человека и как вот некое призвание к новому служению, к царскому служению, пророческому или первосвященническому. А в евангельское время именно Спаситель стал подлинным таким вот Божьим помазанником, и, собственно, имя Христос и переводится как «помазанник». Вспомним, что при крещении на Спасителя сошел Святой Дух в виде голубя, и тем самым Евангелие свидетельствует, что на Христе пребывают дары Святого Духа, полнота даров, и Он есть единственный подлинный истинный помазанник. И вот мы, христиане, мы носим имя Христово, и как Христос помазанник, так и каждый христианин в каком-то смысле тоже является помазанником, потому что помазан благодатью Святого Духа, данной как в таинстве крещения, так и особенно в таинстве мира помазания. Вот Святое Миро по преемству от самих апостолов хранит в себе благодать Святого Духа, и вот апостол поэтому и говорит, вы имеете помазание от Святого и знаете все. Вот эта вот благодать Святого Духа, пребывающая в Церкви через помазание всех православных христиан, она благодать хранит в Церкви подлинное знание и способность различать истину от лжи, правду от обмана. И поэтому все вот эти предостережения, которые в отношении Антихристов предлагает нам апостол Иоанн, все это хранится в церковном предании, и Церковь является носительницей истины. И в этом смысле мы знаем все, не на индивидуальном уровне, а этим знанием обладает Церковь, которой мы приобщаемся. Я написал вам не потому, чтобы вы не знали истины, но потому, что вы знаете ее, равно как и то, что всякая ложь не от истины. Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос? Это Антихрист, отвергающий Отца и Сына. Всякий, отвергающий Сына, не имеет и Отца, а исповедующий Сына имеет и Отца. Вот иногда возникает вопрос о спасительности других религий, буддизма какого-то, ислама, индуизма и многих других религий, но все-таки будем прислушиваться к апостолу Иоанну Богослову, который говорит, что отвергающий Сына не имеет и Отца. Невозможно прийти к Богу Отцу, отвергая Его Сына. Сына Божия, который снизошел в наш грешный земной мир, сам стал человеком и даровал нам благовестие, Евангелие. Спастись без Сына Божия, без Евангелия, невозможно. А исповедующий Сына имеет и Отца. Итак, что вы слышали от начала, то и да пребывает в вас. Если пребудет у вас то, что вы слышали от начала, то и вы пребудете в Сыне и в Отце. Обетование же, которое Он обещал нам, есть жизнь вечная. Апостол фактически говорит о священном предании, которое хранится в церкви, передается из века в век. Это было слышано от начала, и это сохранится до скончания века. И этому нужно оставаться верными. То есть не нужно, в общем-то, фантазировать, что-то измышлять для спасения человеческого. Все, что необходимо для спасения нашей души, уже есть в церкви. И нужно только приобщаться к этому. Апостол еще раз напоминает, это я написал вам об обольщающих вас, то есть о тех, кто пытается отвести от священного предания церкви. Впрочем, помазание, которое вы получили от него, в вас пребывает. И вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас. Но как самое сие помазание учит вас всему, и оно истинно и не ложно, то чему оно научило вас, в том и пребывайте. Вот каждому христианину в таинствах, прежде всего в крещении и в миропомазании, дается благодать Святого Духа. И вот эта благодать, она способна просветить наш ум, даровать нам мудрость, но чтобы быть достойными этого, нужно очищать свое сердце и очищать свои мысли. И вот это вот познание всего, которое дарует помазание от Святого, это познание, оно наиболее присутствует в людях чистых, в людях святых. Вот как Блаженная Матрона Московская, мы упоминали ее, к ней приходили самые разные люди и получали ответы на все вопросы. А почему так? Да потому что она именно вот хранила в себе вот это вот помазание от Святого, и благодать Святого Духа просвещала ее ум. Или преподобный Паисий Святогорец, который, в общем-то, не учился ни в каких семинариях, академиях, он не имел высшего образования, вел вроде бы очень простую жизнь, но у него получали ответы на вопросы самые разные люди, ученые и простые, старые и молодые, все, кто приходил, получал разрешение своей жизненной ситуации, потому что именно святые люди в чистоте хранят вот это вот помазание благодати Святого Духа. И завершает апостол Иоанн Богослов свою главу так. «Итак, дети, пребывайте в нем, чтобы, когда он явится, иметь нам дерзновение и не постыдиться пред ним в пришествии его. Если вы знаете, что он праведник, знайте и то, что всякий, делающий правду, рожден от него». Мы ожидаем грядущего Христа, который явится уже на суд, и мы призываемся к тому, чтобы иметь дерзновение и не постыдиться пред ним в пришествии его. Но не постыдится только тот, кто подобен Господу Иисусу Христу по своей духовной жизни. Вот как говорит апостол, «Если вы знаете, что он праведник, знайте и то, что всякий, делающий правду, рожден от него». То есть каждый христианин, который старается следовать по пути праведности, через это обретает рождение от Бога, становится Сыном Божиим. Вот дай Господь нам всем этого достичь и постараться исполнять то, о чем говорит нам апостол Иоанн Богослов. На этом мы завершаем рассмотрение второй главы первого соборного послания апостола Иоанна Богослова. И с Божьей помощью в следующий раз мы рассмотрим третью главу. Продолжение следует...